почему божья благодать нас так сильно влечет мир вам сестры и братья приветствую вас на блоге виктора буслова познания я хочу поговорить почему божья благодать так притягивает наше внимание и о взаимоотношениях а именно о тех кто любит нас кого любите вы а у вас есть такие люди когда кого то любишь то хочешь видеть его слышать а если он куда-то уезжает то по вечерам вспоминаешь как хорошо было с ним вспоминаешь что у вас было хорошего что вместе прошли эти взаимоотношения между двумя людьми сестры и братья а ведь из бога мы тоже можем иметь историю взаимоотношений я больше скажу она эта история есть и у меня и у вас почему божья благодать божьи дела это благодать как мы представляем вообще человека он что-либо делает и говорит так ведь так и бог он тоже живая личность который и сегодня делает свои дела в нашей жизни и говорит с нами через свое слово но друзья бог есть любовь и все что он делает есть дела любви прочитаем первое послание от ивана 4 глава стих 16 и мы познали любовь которую имеет к нам бог и уверовали в нее бог есть любовь и пребывающие в любви пребывает в боге и бог в нем первое евангелие первое послание от ивана 4 глава стих 16 божья благодать это бог который пребывает и действует нашей жизни и бог есть любовь и он действует нашей жизни делами любви бог нас любит и действует в нашей жизни своими делами и это называется божья благодать бог любит тебя и меня брат сестра и эту любовь в нашей жизни мы видим как дар благодати Так почему Божья благодать нас так сильно влечет, друзья, потому что апостол Павел это написал так, в послании Римлянам, 5 глава, стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наших Духов Святым, данным нам». Божья благодать нас так сильно влечет, потому что у нас внутри, в сердце, есть огромная любовь к Богу, и этой любовью нас наполнил Дух Святой. Друзья, может наш разум, чувства не понимают, но наше сердце сильно тянется к Богу, мы в Духе сильно любим Бога, и неосознанно нас тянет к тому, что делает наш любимый Бог. Бог любит нас, и многое делает от любви к нам благодатью, и в ответ, как жена хочет видеть, как муж любит ее в делах, например, цветы подарить, в кино сводить, устроить ужин в ресторане. Бог любит нас, и многое делает от любви к нам благодатью, и в ответ, мы хотим видеть, как Бог любит нас в делах, поэтому нас так влечет к Божьей благодати. Дела Божьей благодати Божью благодать можно видеть и в сегодняшнем дне, и я уверен, вы также видели и будете видеть Божью благодать. Она отличается в том, что Бог дает чуть больше, чуть-чуть лучше, то есть Он дает избыток. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, стихе 10 написано «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, стих 10. Например, вам нужна операция и должен делать обычный хирург, а Бог дает лучшего врача. Вам нужна на лечение определенная сумма денег, а Бог дает еще и на лекарства. То есть, как сказал Господь избыток, вам дают столько внимания, которое вы не заслуживаете, больше и лучше. Хотите больше примеров, спросите и послушайте свидетельства верующих в церкви в вашем собрании. И эти дела Бог делает практически везде, как в семье, так и на работе, как в церкви, так и в очереди, в магазине, в лесу, в городе, в гостях. Для Него нет ограничений, где Он хочет выразить вам свою любовь. Бог может использовать людей и обстоятельства, чтобы выразить вам свою любовь. И я знаю, что у нас у каждого есть такие свидетельства любви Бога в вашей жизни. Но хочу подправить. Чудеса, исцеление, освобождение, дары служений, плоды Духа Святого – это все Дух Святой. Это личность Духа Святого. Церковь – это тело Христа. А благодать и истина, дела, выражающие любовь и истина, слова – это именно Бог. Я в следующих подкастах более детально описываю эту тему. Подписывайтесь, чтобы глубже познакомиться с Божьей благодатью. Мы еще много будем говорить о благодати Бога для нас. Любовь Бога настолько многогранна и интересна. Дела любви всегда незаслужены. И еще важное отличие, как можно видеть, что это именно Бог. Это незаслуженные действия. Например, работа и зарплата – это заслужено. Вам нужна операция и должен делать обычный хирург – это заслужено. А Бог дает в последний момент лучшего врача – это незаслужено. Божья благодать всегда видна. Божья любовь всегда видна тем, что она приходит незаслуженно. Не стесняйтесь благодати. Сестры, братья, не стесняйтесь Божьей благодати. Не стесняйтесь того, что вас любит Бог, и вы, и вас тянет к Нему. Наоборот, откройте себя, откройте свой разум. Смотрите внимательно и замечайте Божью любовь, благодать вашим каждым днем. Рассказывайте всем вокруг, как Бог любит вас. Свидетельствуйте. Вам говорят, Бога нет, а вы говорите, что вам Бог дал лучшего врача. Они победили его кровью Аганца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Это книга Откровения, 12 глава, 11 стих. Враг благодати. Не умолчу и о враге. У нас есть враг, который всегда хочет нарушить ваши взаимоотношения с Богом. И будет использовать любой возможный случай. Это дух блуда. Потому что вы обязательно сталкивались с этим нечистым духом в своей жизни. Он приходит обычный, когда есть какой-либо кризис в взаимоотношениях. Приходит, выслушает вас. И как бы ни означай скажет, да, он плохой, а у меня лучше. Здесь тебя не ценят, а у нас будут ценить. Здесь тебя не слушают. Пошли со мной, и тебя будут слушать. Этот дух, это не только дух плоского блуда. Он хочет разрушить любые взаимоотношения. В семье, церкви, на работе, в бизнесе. Но у него нет цели сделать вам лучше. У него цель разрушить ваши взаимоотношения. Но это другая история. Мы сейчас говорим о Божьей благодати. Так вот, этот дух может приходить и рассказывать вам. Бог далеко, он тебя не слышит. Не иди сегодня на собрание, это пустое. И вот еще. Бог тебя не слышит, ты же согрешила. Не читай Библию, от нее нет никакой пользы. И тому подобное. Вероятно, к вам приходили такие мысли. Или приходили люди и предлагали такое. Это не чистый дух блуда, который хочет отделить вас от любви, благодати Божьей. Разрушить ваши взаимоотношения с Богом. Если к вам такое пришло, закончите разговор с этим человеком. Если пришли такие мысли, вспомните то, что делал Бог в вашей жизни. Как жена вспоминает, что делал для нее любимый муж. Почему Божья благодать нас так сильно влечет? Потому что Бог любит тебя и меня. А мы, ты, я, любим Бога. И это влечение, как притяжение двух любящих сердец. Задайте вопрос Богу. Что ты сделал в моей жизни? Напомни, Бог наш. В следующих четырех подкастах, в плейлисте «Благодать» я расскажу более детально о Боге, Иисусе Христе и Духе Святом. Как они действуют в современное время. И как можно увидеть в наше время. Эти статьи для тех, кто хочет познакомиться ближе с Богом, Господом и Духом Святым. Подписывайтесь. Мы еще много будем говорить о Боге и Его любви. О благодати и Его слове. Чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.